Все бегут, но не потому что светофор зелёный, а потому что его просто нет. Жители новых домов по улице Университетской набережной вынуждены рисковать и перебегать четырёхполосную дорогу, чтобы сходить в магазин или попасть на остановку. Пешеходный переход не оборудован до ближайшего эти 700 метров. Как решить проблему, Владислав Чухров разбирался. Перейти дорогу в неположенном месте здесь не нарушение, а необходимость, сетуют жильцы. Университетской набережной строят и уже сдают новые многоэтажки. Но вот пешеходного перехода к ним до сих пор нет. Жильцы, у которых заселились, раздался в дом. Все, получается, перебегают с такого, а потом далеко-то находятся. Приходится перебегать. Проезжая часть университетской набережной на этом участке четырёхполосная. Автобусная остановка, магазины и даже парковки прямо через дорогу. До ближайшего перекрёстка от этого дома почти 700 метров. И чтобы попасть в дом напротив и дойти до магазина, людям приходится проходить почти полтора километра. Но многие идти в обход не хотят и сквозь поток транспорта просто перебегают дорогу. В Комитете градостроительства архитектуры Челябинска уверяют, переход планировали сделать до конца 2020 года, в зависимости от появления финансирования. Но сроки могут сдвинуть, если доказать чиновникам необходимость строительства. Предусмотрены подземные пешеходные переходы по улице Университетская набережная. Их строительство, возможно, будет в будущем. Что касается надземных, то управление дорожного хозяйства говорит о том, что им нужна информация, что уже назрела необходимость. И мы будем тогда ставить программу строительства этих пешеходных переходов. Информацию уже подготовили в ГИБДД города. Там заявляют, размещать нерегулируемый переход, то есть без светофоров, небезопасно. Нужно оборудовать по всем требованиям. Поток машин не прекращается ни на минуту. И обычную зебру водители могут просто не заметить. Мы подготовили информационное письмо о необходимости строительства светофорного объекта именно на улице Набережная и вот этого пересечения. Сейчас посмотрим, как отреагирует администрация. Ну, по крайней мере, что от нас зависит, мы все это сделаем. Обратиться в управление дорожного хозяйства с просьбой оборудовать зебру может и любой щелябинец. Сейчас в городе почти 1700 пешеходных переходов. И только 600 из них соответствуют стандартам. Ограждение, разметка на желтом фоне, светоотражающие, дорожные знаки. Остальные пешеходы планируют привести в порядок к саммитам ШОС и БРИКС.